Барабанная дробь... Да-да-да-да... И... снято! Вам предстояло принести победу отделу развлечений, так и случилось! Всем привет, дорогие подписчики! Да пребудет с вами Тёмная сторона силы! Значит, сегодня будем дальше контрактики выполнять. Вы просто обязаны ухватиться за эту возможность. Не хочу продавать. Типа, лёгкий контракт, но, блин, без него можно справиться. Значит, раскопки почитаем вначале, да? Национальный памятник-динозавр. Гора Юинта, США. Национальный памятник-динозавр находится в пределах формации Морриса на границе Колорадо-Юты в горах Юинта. Статус национального памятника это место получило 4 октября 1915 года по указу президента Вудро Вильсона. Местные окаменелости возрастом около 150 миллионов лет относятся к юрскому периоду. В парке располагается более 800 мест палеонтологических раскопок. Пласт окаменелости состоит из песчаника и конгломератные отложениями сочного дна. Площадь региона около 800 километров квадратных. Пласты окаменелости были обнаружены в 1909 году Эрлом Дугласом, ученым из музея естественной истории Корнеги. Его отряды извекли тысячи окаменелостей. Кроме мест палеонтологических раскопок, здесь обнаружены памятники фремонтской культуры, а также индейских племен ютов и шашонов. В этом регионе обнаружены останки крокодилов и рептилий. Здесь будем искать апатозавры, диплодока, комарозавра, стегозавра. Я вас понял. Динозавры. Диноних. Рост 1 метр, длина 3,2 метра, вес 100 килограмм. Поменьше, чем нынешний вот в этой игре Велоцераптор. Хотя Велоцераптор был обнаружен раньше, Диноних стал первым раптором, чей скелет собрали почти полностью. Своё название, означающее «ужасный когуть», получил за 20-сантиметровые втягивающиеся сирповидные когти на задних конечностях. Когда-то он охотился на просторах Северной Америки. Обнаружение Динониха привело к резкому изменению представлений о динозаврах. Появилось предположение, что птицы происходят именно от них. Останки Динониха впервые обнаружены в 1931 году на юге Монтаны. Дальнейшие находки сделаны в формации Кловерли, штаты Монтана и Вайоминг, а также в формации Антлерс, штат Оклахома. Диноних обитал в пойменных или заболоченных районах. Можно утверждать, что территория вокруг места обнаружения останков ранее была покрыта субтропическими лесами, дельтами, реками и лагунами. Но птицы не произошли от динозавров. Они с ними двоюродные братья. Был найден какой-то промежуточная форма в Триасе, что ли, которая обитала. Вот. Типа эта форма была промежуточной к птицам. То есть динозавры уже были в то время, а эта форма жила наравне с ними. Из нее потом впоследствии появились настоящие птицы. Так, ну это я не говорю, что прям точная суперинфа, но типа я ее и придерживаюсь. Но типа здесь лишний гребень и вот это вот такой парус на хвосте. Зачем он? Непонятно. Типа хотели сделать отличие от Велоцираптора, но в принципе и внешне смотрится по-другому, да и размеры у него другие. Морда другая. Зачем вот этот гребень? Непонятно. Так, сейчас Таразавр будет готов. Вот я за Диплодоком отправил окаменелости, да? Диноних. Так, что с Тернозавром? Он готов или не готов? Тернозавр как раз таки не готов. Значит, еще раз за ним посылаем. Посылаем за Динонихом и за Диплодоком. Сегодня будем создавать Тернозавра. А для начала мы же вот эту миссию, да, выполнить. Велоцираптор. Нужен будет загон, в который я смогу его поместить, и чтобы он был, хорошо себя чувствовал. А чтобы он хорошо себя чувствовал, ему нужна компания. То есть, как минимум, двух велоцирапторов я должен буду создать. Прискорбно. Олара Титан у меня здесь недоступен пока. Или я чего-то не знаю. Типа у меня на этом острове вообще, по-моему, не открывается. Или как? Так, вот в России. Информация о России о Дурчукан. Требуется исследование. Ну, типа, вы мне еще не дали исследование, уже требуешь такое по контракту. Ну, ты, конечно, молодец. Так, здесь будем делать Тернозавров. Чи, ни одного. Ну, загон великолад. Я думаю, хотя нет, я думаю, нормально для него. В самый раз. Так, прикольно такое окаменелось нарисовали для Диплодока. Мне нравится, в принципе. Так, анкилозавр лишний. Все, Терекс 100% у нас. Так, смотрим, что мы еще можем подобывать. Нашлось кое-что весьма интересное. Да блин, мне наука не нужна сейчас вообще. Мне нужна безопасность и вот этот Клеменс, Айзек Клеменс. Так, значит, эти на 100 сейчас будут процентов, да? Значит, Диноних отправляем. Давай тогда еще вот здесь Диноних и вот этот Диплодок. Думаю, так будет лучше. Так, отправимся за контрактами. Дай мне хоть один нормальный контракт, Айзек, пожалуйста. Исаак, точнее. Вот, давай, я согласен вообще. Безборь. Истина. Воистину так. Так. Давайте строить. Давайте строить. Людям будет тяжко ходить. Придется строить моно... Моно... Мать его, рельс. Ну, для начала давайте загон с тернозавром, я думаю, сделаем. Ограждение. Какие у меня есть ограждения? Прочное стальное, прочное электрическое. Смысл от электрического, если он захочет, он все равно сбежит. Это я пробовал. Для начала давайте посмотрим, куда я смогу впихнуть... Вот его. Лабораторию Хэммонда. А вот так смогу сделать? А че нет-то? Лаборатория Хэммонда. Я слышал, вы навели шороху в экспедиции. Поздравляю. Любите свою работу, да? И все сотрудники отдела развлечения ее любят. Шоу-бизнес. На Исла Токанье шоу продолжается. Это достойно награды. Я не убеждаю вас. Так, новое место раскопок открыли. Сидар Маунтин. Восточная Юта США. Формация Сидар Маунтин. Геологическое образование на востоке Юты. Уильям Ильи Стокс впервые исследовал его в 1944 году и назвал в честь близлежащего местечка Сидар Маунтин. Выше нее залегает формация Нейчерита, ниже формация Моррисон. Это формация раннемелового периода возрастом около 120 миллионов лет. Стоит из пластов сухопутных отложений из поймы каналов рек Озерного Дна. Исследования ископаемых начались здесь только в 1990-х. Находки можно поделить на два класса. В нижних слоях обнаруживаются более древние динозавры, сходные с европейскими того же периода. Находки в верхних слоях напоминают более поздних азиатских. Это различие связано с перемещением Северной Америки на запад в результате континентального дрейфа. Этот регион является одним из наиболее богатых месторождений каменелостей раннемелового периода. Время раскопок обнаружено множество видов динозавров, рыб, амфибий, птиц и млекопитающих. Также будем искать идей, но не хайзавропельту. Так, где плодок выработан? Так, где что хотел-то? А, да, все, вспомнил. Загоны. Так, давайте вначале воду где-нибудь поставим. А, да, все, вспомнил. А, да, все, вспомнил. А, да, все, вспомнил. Так, давайте в våra-тьэ drift. А, да. А, да, все. Как Pilot, о да! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А он же не может терпеть больше одного. Какой будем пробовать? Горный типовой или ген степей? Давайте... Ген степей. Генов комфорта у нас не открыто, поэтому Терекс только один может быть у меня. Но я на ком не другом острове попробую другой его окрас, так что вы не переживайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Появилась новая возможность. Этот контракт поможет пополнить наш кошелек. Блин, все какую-то фигню делает мне. Куда мне его вместить? Твоего Борионикса. Так. Продолжение следует. 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 Та-да-да-да. Общительность у него вообще низкая. Он что, вечно недоволен? Комфорт у него падает А, чисто в синюю попало Тираннозавр Рекс Любимец фантастов начала века И детишек по всему миру И почему? Потому что он воплощение всех ужасов прошлого Ужасов, которые, как хочется верить, мы одолели Хотя на самом деле Они исчезли еще до того, как люди Успешно эволюционировали из обезьян Так все и было До наших До вас Блин, а краска, кстати, клевая Лес Нормально ему все устраивает Ислопена, отлично Это Ислопена Если бы у островов были характеры Этот кусок вулканической породы был бы трудным подростком Пожалуйста, Айзек С вами всегда приятно работать Там мне недоступен тут Таратон, ты че? Во, красавчик Новый контракт Год не прошло Кстати, сейчас будем к нему засовывать разных динозавров Посмотреть, чтобы как он тут с ними обращается Клевый Мне нравится, не знаю Так, давайте тут построим Фастфудик И Пожалуй, магазин одежды Его у меня нигде на острове нет Пускай здесь будет Так С кем бы его стравить? С Раптором? Можно Так Смотри У этого атака сколько? 109 У этого 124 Ага 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 Можно попробовать Для начала так Потом посмотрим Продолжение следует... 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 так кто создался кто не создался вернуть вывести динозавра вывести раптор выпустить смотрим сейчас что будет настоятельно рекомендую вам присмотреться к этому контракту так и тернозар чё у нас афката ооо это будет битва века а он убегает от него так нечестно а нет смотри они будут драться или нет блин они не будут драться мне чё его ловить убивать почему ты у тебя не получается 63 еще за бред как 68 атака одну убрать 75 так лучше на вот раптор он жрет его еду тирекс блин задай ему чё за хрень к это ящерица жрет у тебя тут еду в панике он мне пофиг на задание пусть он сдохнет короче ребят они не будут драться я уж думал не будут будут это клёво нет ты серьезно но этот от него не отстает тирекс ненавидит никого кто есть в его загоне мне это нравится по рано или поздно но мне бы сообщили о драке да блин у я сейчас и жду этой херни типа мне бы хотел чтобы не поубивали друг друга так давайте подумаем где можно нам разместить турозавра вот здесь мне здесь я хотел день они хав размещать а я думал таразавров вместе с зауроподами потом сделать да почему бы и нет блин тирекс битый этого раптора не бесит ну вот он идет к нему раптор убегает да раптор убегает он хитрожопый мелкий и засранец так ребята вам придется много покататься блин неужели раптор выживет в этом загоне с ним я уже думал что нет блин поделитесь ребят вы серьезно убей его уже видел что вы начинали драться конечно тирекс больше опаснее на типа как он будет уживаться с этим засранцем мелким слышь тирекс пожалуйста уби не но не сто процентов отлично ладно выпуск выпускаю галимима надеюсь что вы не сможете сожрет ну смысле чтобы тирекс его убил именно эти параза уралафа я не был уверен что все получится но вы доказали что я ошибался здесь не знаю как он нужно попробовать поэкспериментировать типа крихтонзавра например крихтонзавра мы видели как он дерется с этим это неинтересно твой аназавра я не видел в бою почему бы и не попробовать ищет воду комфорт падает блин этот козел сейчас бежит так ладно вертолет они не хотят короче драться я не буду пробовать а у тирекс смотри у тебя кто-то в загоне бегает ты решил поспать ты серьезно окей блин столько всего нужно сделать вообще кошмар ну типа сейчас нужно будет сделать загон клас кто сбежал вертолет ты летишь помните мы все здесь берет нет ты чудишь то блин как отменить я блин короче свой заново усыплять придется уж он сейчас его поднимет и опустит тирек заметил галли мимаса да нет не заметил ли выступил я же нажимал продать почему не получилось так бесит а порой выпешивает просто и куда вот его повез он тут же его пускает дебил я же нажимал продать не алло алоха братан вообще не реагировал на жизнь конечно в кучу людей прямо пускай чуб нет он заметил глининус круче хрень какая-то творится вертолет рычит или он заметил галли мимуса моему нет что долго новое обезвреживает конечно или типа тираннозавру галли мимуса не поймать поэтому на него не хоть да блин царатозавр тоже бы его не поймал но как-то на архиорнитомимов то охотился или типа из-за того что он задание не могу его продать да он задание не могу его продать теперь зря я его создал я думаю они драться будут эй ладно на этом я пожалуй закончу данное видео в следующем будем что мы будем делать будем строить загон для дейнонихов и создавать зауроподов я так думаю так давайте еще посмотрим что у нас там пока менялась там пришло и вот с раптор надеюсь сдох нет он сожрал галли мимуса я пропустил все из-за этих окаменелостей все 6 что 2 это и и и не интересно не сразу подерутся нет куда он делся да отлично этот еще сбежал все он труп за такие контраст а а Продолжение следует... Продолжение следует... Всем пока!